Всем огромнейший привет! И как вы знаете, нам в очередной раз нужно съезжать с нашего гаража и еще отправляться в новое приключение. И для этого нам нужно распродать все наши машины. Но я столкнулась с такой проблемкой, что с ростом популярности есть как свои плюсы, так и минусы. Я сама выкладываю сюда объявления, сама продаю свои машины и сама приезжаю их показывать. И часто бывает так, что я показываю машину и человек говорит, нет, на самом деле тачка мне не нужна, я приехала просто с вами сфоткаться. Отлично. Ну не буду же я с ним ругаться, да, это все-таки мой подписчик, мой зритель. И поэтому вот эти вот машины на этот раз мы решили попробовать отвезти на комиссию. Ни разу этого не делали, зато мы сможем быстрее все перевезти, переехать в новое место, подготовиться к новому приключению и уже наконец-таки отправиться снимать для вас любимую вашу рубрику авторынки, машины, покупки машин, перегоны этих машин. А повезем мы вот эти четыре машины в автосалон Дубровского синдиката. Ну и, конечно же, узнаем, какой процент они берут себе с продажи машин, во сколько они оценят наши машины и как быстро они смогут их продать. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, что мы опоздали, на целый час опоздали, даже час здесь. У нас, знаешь, на самом деле хорошо, что вы опоздали, потому что просто какой-то сегодня капец. Суббота и курс доллара превысил планку 100 рублей. И все хотят продать срочно, да? Просто у нас очередь на сделки сейчас часа полтора-два. А это еще нам ждать, в смысле, надо будет, да? Нет, комиссия вас ждали, вы же по записи, я имею в виду с продажами ажиотаж. Я сам бегаю, машины показываю. Реально. Вот это все, это комиссионные тачки разные. Вот, у нас их два этажа. Вот сейчас такие позиции, как кроссоверы, всякие X5, X6, рейндж-роверы. Вот просто у нас каждый день там машин по 5-6 отдаем. Вот, поэтому... Китайцы вот сейчас подвстали, знаешь, был, прям, был всплеск по зикрам, вот, по этому всему. Ну, видимо, в зиму электрички сейчас уже как бы чуть-чуть спадает градус. Вот, поэтому люди переключаются на что-то более понятное. У нас эти, Манжаро 25 машин, зикров 65. Это ваша машина или на комиссионных? Это все комиссия. Все, что ты видишь, это все комиссионные машины. Погонка сегодня, конечно, максимально нелетная. Первый снег сегодня ускреблен. Мокрый снег, но благо температура плюс 3. Почему благо? Потому что у нас машины все на летней резине. И еще не на всех машинах есть страховки. Ну, которые на учете, естественно, страховки есть. Это Subaru и Genesis. А вот на Старии и на Мустанге страховок нет. Ну, потому что машины как бы не на учете. И мы везем их на продажу. Но, в любом случае, это риск. И я вам не советую такой же риск проходить. Получили, получается, ПТСки. И по ПТСкам можно ездить 10 дней еще без страховок, так скажем. Видишь, это все комиссионные машины. Стой, блин, нахрен, Маклорен. Да, 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 Маклорен, все. Вот это, блин. Все есть. А он сколько уже стоит, год? Слушай, ну, на него, короче, проблема у него, там есть, типа, трещинка на лобовом стекле. А люди, которые приезжают смотреть, им нужна, значит, там, ну, типа, вот прям... Идеал, идеал. А мы, поскольку комиссионные, мы некоторые моменты не можем, ну, типа, решить. Вот, смотри, мы просто прошли, вот там у нас офис, там вывеска автосалон. Вот та зона, смотрите, здесь будут фотографироваться наши машины. Ну, здесь уже требуется небольшой ремонт, вот, но... Уже заюзались. У нас, я тебе честно скажу, такой прям эксклюзив. Мы еще даже сами нигде ни на одном канале ничего не говорили об этом. Опа. Но переезд, в общем, будет новая. Отсюда будете съезжать. Да, да, будет новая локация, и это будет просто вообще разнос. Там прям будет все на другом уровне совсем, потому что, ну, мы чуть-чуть выросли из этого паркинга, то и будет прям отдельное здание, все красиво. Это вот прям в ближайшее время состоится. Там сейчас делается новая фотозона. В пределах Москвы? Да, да, это вот прям... Вы в аренду взяли или прям купили? Не скажу. Да нет, скажу, блин. Увидите. Все, ну, в Москве, серьезно, вот арендовать весь этот паркинг, вот сколько отходится денег? Ну, у нас два этажа здесь. Два этажа? Два этажа, да. Да, ну, мы отсюда и отчасти съезжаем, потому что видно сейчас вот этот автомобильный бум. И когда мы заезжали, цены были, ну, спокойные. А, подняли. А сейчас нам подняли аренду, да. Где-то я уже такое видел. Думаем, что что-то как бы можно уже что-то поднакинуть и другое поинтереснее придумать. Но мы, кстати, тоже по этой же причине съезжаем, поэтому и вот решили к вам сюда. Мы всегда хорошим людям рады, поэтому приезжайте, привозите, все будем продавать. В общем, вот ваши машины так и будут здесь стоять. Единственное, помоются, подготовятся, там все, что надо, с ними сделаем. Здесь они отфотографируются, проверятся нашими техниками, запишем плюшки, минусы, плюсы, и все, и пойдет в продажу. Это все, кстати, привезенные машины или это, ну, здесь купленные? Три привезенные, а Subaru, да, давно привезенные. Ну, Subaru, Subaru, кстати, вообще просто офигенские. По состоянию так глянул, прям очень хорошо смотрелся. Ну, да, мы его восстановили, но мы хотели там сделать, точнее, не мы, а Александр хотел сделать из него прям произведение искусства какое-то, знаешь, там, чтобы картины были. Это мне знакомо все. Итак, главный вопрос. Машина на комиссию, это как? Вы деньги не даете? Деньги не даем. Находим, нет, если мы сразу дадим денег, то это будет для тебя не так выгодно, это уже выкуп называется. Ты привозишь машину, дальше мы берем все на себя. Фотографируем, размещаем, показываем, на звонки отвечаем, принимаем деньги. Тебе остается только приехать, пересчитать денежку, получить документы и все, ехать счастливой. Я сталкиваюсь с тем, что люди приезжают, и они сфоткаться, поболтать. Сфоткаться, да, да, это мы знаем. Вот, у вас такое бывает, что приезжают просто, поэтому ты прячешься в своей комнате, да? Вы кто такие? Я вас не звал, идите на... Я в основном, да, но бывает, что я прямо и в полях, то есть, вот как сегодня я реально хожу, показываю машины, но как бы, ну, фотографируемся, ну, там, что делать. В вашем случае вообще, то есть, почему у нас вот большинство машин комиссионных, сейчас очень много людей занимаются именно вот этим параллельным импортом, привозом машин, и зачастую людей просто не хватает, ну, вот, времени заниматься еще и реализацией, то есть, они как бы, ну, делегируют эту историю на нас, то есть, они полностью сосредоточены на привозе, вот этот весь процесс, а вторую половину по продаже доверяют нам, ну, кто что, у нас тоже там аудитория под все такое. То есть, это даже... То есть, это нормальная рабочая схема. Для таких людей это даже выгодно, то есть, они в плюсе. Абсолютно. Ну, ты представь, ты берешь, вот, допустим, наша комиссия, там, с каждой машиной, там, 3-4-5 процентов, но в совокупности, если ты посчитаешь, сколько у тебя уйдет денег на аренду, на персонал, на всякие ЦРМ-системы, вывески, фотозоны, ну, вот это все, это там просто миллионы получатся рублей, а тема здесь и сейчас, ну, в частности, с привозом, никто же не знает, сколько это продлится. И у нас-то эта система была уже выстроена много-много-много лет назад, а сейчас, если ты начнешь с нуля это все отстраивать, ты просто потеряешь время, много ресурса, когда можно заниматься конкретным бизнесом, наладить поставку, а здесь мы уже сделаем свое дело. Машина, когда дешевле, процент ниже, правильно? Больше, наоборот. А, больше. Чем дороже машина, тем меньше процент нашей комиссии. Все, понятно, теперь понятно. Все мы с вами автомобилисты. Так, а вы хоть раз подсчитывали ваши расходы, связанные с вашим автомобилем? Масло купи, резину купи, помой, переобой, обслужи, почини и так далее. Жесть. Ну, что делать, жизнь сейчас так устроена, что без тачки никуда. К счастью, на помощь, как всегда, приходит Тинькофф и дает вам возможность получать кэшбэк за каждую покупку с дебетовой карты Тинькофф Блэк. Достаточно выбрать любые категории трат или совершать покупки у партнеров банка и получать себе хороший кэшбэк реальными рублями за все. Ну, о тех категориях, которые выбираю я, несложно догадаться. Автоуслуги, такси, ну и салон красоты. Вы, само собой, можете выбирать те, которые нужны вам. Аптеки, книжные магазины, рестораны и так далее. То есть, вы выбираете те места и магазины, где планируете оставить больше денег в следующем месяце. Да, любимые категории выбираются раз в месяц. Еще удобным удобством Тинькофф Блэк является возможность бесплатного снятия наличных с карты в банкоматах других банков. Не нужно искать банкомат своего банка, просто выбираешь ближайший, идешь туда, снимаешь деньги, а, ну и все. Также можно переводить деньги через СБП на карты других банков без комиссий в пару кликов. Изи, блин, пизи. Так что, если вы почему-то до сих пор не получаете кэшбэк за каждую свою покупку, именно для вас, ссылка для оформления Тинькофф Блэк в описании. Кстати, да, карту вам привезут домой, ходить тоже никуда не нужно. А вот, например, человек привез ему какой-нибудь заряженный скайлайн, говорит, я хочу за него 10 миллионов. А вы ему говорите, ну слушай, ну чувак, он говорит, да я тут денег уложу в эту тачку. Да, это склошь и рядом. А вы ему говорите, все, давай пока? Или как-то пытаетесь ему дать понять? Слушай, ну всегда, поскольку речь же не о выкупе идет, то есть нам ему денег сразу давать не надо, у нас достаточно много таких машин, интересных, эксклюзивных. Но ты знаешь, самый крутой кейс, который у нас был, это Победа. У нас была такая голубого цвета Победа, Растамот. Вот, то есть это внешняя оболочка Победы, на вид абсолютно новая машина, но там был мотор на 900 сил, 2JZ, сзади на мостах там каких-то от Марка или от чего, кто-нибудь подскажет, от чего? От крауна ходовая, короче, там просто Победа была, очень такая хардкорная, крутая, на трековой резине. Она стояла, мы взяли ее, человек хотел изначально 12, потом 10, 8, и в общем по итогу, что-то там типа около 5-6, по-моему, мы ее продали. То есть, ну а это ушел чуть ли не год, но зато она здесь стояла, когда все люди, вау, подходили. То есть зачастую мы такие машины, честно скажу, берем просто для привлечения внимания, то есть мы их ставим, люди приходят, покупают какой-нибудь Камри, но такие походили, пофоткались рядом с такой Победой какой-нибудь, поэтому нормально. А вот у таких машин вы берете документы дополнительные, что там внесены изменения в конструкцию автомобиля? Да, конечно, все машины, которые у нас продаются, должны беспрепятственно вставать на учет. И у этой Победы были все? А ей больше 50 лет, и на нее регламенты не распространяются. Делай, что хочешь, короче, понятно, прикольно. Да, 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 в этом прикол, да. Я просто поплопаю. Ты считаешь себя перекупом или кем? Слушай, ну, наверное, если честно, этот момент я уже перерос, потому что, ну, перекуп – это такой человек, который вот в полях работает в основном, вот тот, который сам покупает, сам продает, сам готовит. А тебя как зовут? Бизнесмен, да? Уже Михаил Михайлович, уже возраст. А, все, извините, все, шучу. Ну, а перекупом не стыдно быть? Слушай, я сделал все возможное, я положил реально вот много-много лет для того, чтобы у людей сменить ощущение от этого слова, потому что, ну, просто хотел доказать, что можно и честно работать, и нормально. Просто если ты любишь машины, если тебе нравится с ними взаимодействовать, если ты кайфуешь от своей работы, то, ну, смысл это скрывать. Удалось? Называть себя как-то… Да, однозначно. Ну, это самое главное, потому что обычно слышат слово «перекуп» и такие «О, все, понятно, до свидания». Ну, слушай, это есть и до сих пор, поэтому часто это там как-то зашифровывают, там называют там партнеры, как профессиональный продавец. Ну, в общем, синонимов много придумали, но сути не меняет. Но мы уже двигаемся как бы в тех масштабах, когда у нас уже это больше похоже именно на реальный бизнес. Ну, «перекуп» это все-таки не юрлица, а НИП, ничего. У нас все-таки официально работающее юрлицо, мы платим официальные налоги прям по полной, этого не стесняемся, наоборот, гордимся. И, то есть, ну, по-любому это, знаешь, является частью пути. То есть, ну, невозможно сразу взять, открыть свой большой автосалон, не имея вот опыта в полях. Сколько ты в этом лет вообще, Михаил Михайлович? Ну, с 2007-го получается, ну, лет 15, наверное. Серьезно? Да. Да, 15 лет, да, тут они в подмотке. Ну, я кайфую, знаешь, 15 лет они вот пролетели вот так. Машины любишь, когда что делаешь, это всегда в кайф. Сашуня, Александр, я знаю, для тебя это было непросто, но я очень рада, что ты решился на такой шаг, и мы продаем Субару. Я пока ехал, он включил мне песню. Последний раз мы с тобой, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Ну ладно, на самом деле Настюха, да, меня убедила, потому что у нас сильно много целей, амбиций, планов, и на это все нужны деньги. Надо его продавать, пусть с него и небольшие деньги, но, по крайней мере, он не будет высасывать деньги. Верно? Да, за парковочные места, за аренду там и так далее. Не получилось ума дать, ну, я скажу, да, вот, конечно, блогеры, автоблогеры, не смогли ума на машине дать. Да, не смогли, и что? Ну ничего страшного. Нет, ну чуть-чуть не смогли. Мне не стремно признать вот свои ошибки, провалы, проигрыши. Попробовали, ну не получилось, то, что хотели, не получилось. Ничего страшного, двигаемся дальше. Ну, главное, душа, да, или сиськи? Почему? Душа, вот. Шутка не зашла в этот чат. Стало ли больше китайцев на продажу? Однозначно, это, ну, я вообще считаю, что, в принципе, вот, если взять те условия, которые сегодня существуют на рынке, по соотношению цена-качество, ну, как будто противопоставить нечего. Там, Джили Манджаро, супер хит, а по продажам это, ну, действительно хорошая машина, ты едешь на неощущение европейской тачки. Неожиданно, что даже тебе нравится. Безусловно, ну, я объективен, я стараюсь всегда избегать какой-то предвзятости, потому что есть Мерседеса, которые я ненавижу, есть БМВ, которые мне не нравятся, а есть китайцы, которые мне нравятся. Зикар, ну, это просто вообще офигенная машина за свои деньги. Сейчас, как будто бы на фоне того, что новый X5 в рестайлинге, ну, он стоит 17. Ты подходишь, но я пока морально, как будто бы, ну, мне прям тяжело, но я не могу представить, X5 обычный трехлитровый дизель, ну, пусть он новый, рестайлинговый, но 17. И тут же ты видишь какой-нибудь L9, ну, Лисян L9, такой автомобиль с монофарой, такой, знаешь, с такой штукой на крыше. Люся его еще зовут. Я проехался, я просто офигел, ну, Range Rover ты едешь, он собран очень хорошо, качественно сделан, ну, вот там ребята уже на других каналах разбирались, снимали все защиты, смотрели, как, чего. Ну, то есть ты думаешь, через 10 лет он стоит, понимаешь, 8-9 миллионов, а тачки там даже больше, там все, там автопилоты, вся фигня, то есть, ну, единственное, вот сейчас наладится в ближайший год, я думаю, очень хорошо должен наладиться сервис. Запчасти уже, в принципе, с этим проблем нет, на самом деле, ну, просто сейчас еще чуть надо глубже копать, там, телеграм-группы какие-то искать. Сейчас просто появится, ну, куча магазинов, интернет-сайтов, ребят, которые занимаются точно так же параллельным импортом запчастей, кузовщиной и так далее. Краще, Михаил Михайлович может рассказывать очень долго. Я, да, я вообще могу, да. Такая тема глубокая. Тогда главный вопрос. Как вы оцениваете машины, исходя из досок объявлений? У нас есть сложная программа, прямо в которую вбивается мотор, пробег, год, комплектация, особенности комплектации, и мы получаем вилку цены. Дальше уже автомобиль осматривается техниками на предмет окрашенных деталей, повреждений каких-то допов, пленок, дисков, ну, и резины второй комплект. Можно еще час потратить на каждую машину, наверное. Да, если, да, осмотр проходит, ну, серьезный, долгий, если сейчас мы прям каждую машину будем вот так вот изучать, это, ну, типа, часа три, наверное, минимум займет. Слушай, ну, вообще, поскольку мы сейчас говорим не о выкупе машин, то, я думаю, поскольку вы тоже, я так понимаю, занимаетесь привозом машин, вы же понимаете, сколько рыночная цена у этой машины, у этой. Да, да, конечно. Мы спорить не будем, то есть мы можем оттолкнуться от вашей цены, посмотреть там на тягу, ну, будут звонки, не будут, будут приезжать смотреть в течение недели, ну, сделать такой тест, потому что я говорю, сейчас просто ажиотаж у нас, сейчас все берут. Я поняла, если хочешь продать подороже, это дольше она будет стоять, но при этом, допустим, она долго стоит, вычитается ли вот эти вот, как бы, расходы с стоимости автомобиля, ну, с цены финальной. Вот, допустим, она стоит, у вас месяц тачка. Ты имеешь в виду, попросим ли мы тебя что-то заплатить? Да, ну, меня или других. Нет, 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 а у нас в том-то и дело, почему столько машин, потому что нет никаких моментов, которые вам надо оплачивать. Единственное, если вы хотите, ну, детейлинг, там, какую-то химчистку, полировку, покрыть керамикой, там, или что вам захочется, это уже, как бы, доп. опции. Если машина супер премиум, ну, там, гелик вот такой, он требует, ну, больше платной рекламы, чтобы его заметили, там, на фоне других машин. Какой-нибудь форестер, ну, там, цена, наверное, до миллиона будет, или сколько? До миллиона. Звучит хорошо уже, уже звучит. Просто, если бы приехал какой-то корч, ну, такой проект, и он его там долго делал, он говорит, я его меньше двух миллионов не хочу продавать. На него рынок миллион, вы ему скажете, мы не будем... Ну, на корчи вообще, как правило, рынка нет зачастую. То есть, насколько качественно сделана эта машина. То есть, если мы видим, что, ну, потенциал для продажи есть вот такой машины, но у нас уже опыт тоже имеется какой-то. Если это победа какая-нибудь вот такая, где там полный хендмейт, и ее делали три года, и она сделана супер качественно, ну, да, там, человек хотел по космосу, мы подумали, окей, пусть стоит для прикола. А если это какая-нибудь зимняя дрифта-жига, вся такая побитая, помятая, но чел хочет за нее 500, мы такие, ну, типа, наверное, смысла нет в этом. То есть, ну, это индивидуальная такая история. Я так думаю, что все? Да. Приступаем к оформлению. Как выглядит этот расчет, получается, денег? Наличными, да? В зависимости от того, как покупатель будет оплачивать, если будут наличные, то, соответственно, передаем наличные, если будет на расчетный счет, ну, то есть перевод денежных средств, запросим реквизиты, все переведем. Все. Так и так возможно, посмотрим. Понял. Заводится с кнопки. Ключ поворачивается и кнопка нажимается. Хочется, да? После долгих обдумываний, что делать с Мерседесом, как вы поняли, мы его продали, продали как по цене запчастей, все, место освобождено, машина уехала, груз с моих плечей спал. Что же делать с этим Мерсом? Сань, все нормально? Да, пойдет, надо же избавляться от этих машин, ну, чуть меньше, чем могли бы продать его, ну, геморрой зато сколько избавились мы. Согласна. Что там оформлять, узнавать, что там, куда там, там же все просрочно, уже в высоком стоял, все забрали и пусть занимается. Прежде чем мы продолжим, нужно пообедать. Поэтому у меня здесь... Так, времени мне немного, мне нужно сделать максимально все быстро. Для этого у меня есть такая вот гриль-духовка барбекю от Redmond. Сюда вот так вот оп, оп, выставляем мяско, оп. Кто у нас любит с кровянишечкой, это слабая прожарка. Здесь будет рейр. Средняя прожарка медиум и, соответственно, вэл. Что нравится, я вот закинула, оно само готовит, мне не нужно контролировать, регулировать. Для максимального вкуса я люблю добавлять розмарин. Одну веточку вот так вот раз сюда. Ну, это мой фирменный, так скажем, рецепт. Не знаю, насколько он уникальный, эксклюзивный, но мне вот так он нравится. А если вот вы не знаете, как вам поступить, то у Redmond есть целая книжка, как готовить вот в этом прекрасном аппарате. И здесь огромное количество рецептов. И рыба, и мясо, и даже разные десерты. Антипериарное покрытие, это, кстати, вообще очень удобно. Плюс, соответственно, здесь индикации степени прожарки, о которых я вам говорила, 7 автоматических режимов. Также есть ручной режим, и вот этот вот противень, он тоже в комплекте. А тем временем у меня здесь что? Кофе, пора бы приготовиться. Готово! Медий. Опа, раз. Ха, нифига тебе! Вот это песня, смотри. Вау, вот тут красивее получилось. Положим так. Так, вот что значит антипериарное покрытие. Провожу, и уже ничего нет. Упачки, раз, сюда, раз. Упачки. Отлично! Я считаю, получилось отлично. Обед готов. Покушаем, и поехали дальше. Итак, напоминаем вам, что нам нужно с этого места съезжать, потому что нам подняли стоимость аренды со 150 тысяч рублей до 250 тысяч, и вот у нас осталось раз-два и общался машин. Ну, краун остался, и две ковровые наши машины остались. Все остальное мы с тобой разгребли, пора задали, пока все еще продается. И чтобы отправляться в новое путешествие, нам нужно закончить, во-первых, с этим гаражом. А Буза нам эта в 250 тысяч точно не нужна? Где-то лет 10 мы с ней мечтали о собственном жилье. То это сначала там в Волгодонске думали, потом в Владивостоке думали, в Ростове. Вот мы уже последние лет 5 живем в Москве. И, конечно же, мы хотим здесь, ну, все остановиться и здесь купить. Но покупать просто квартиру нет смысла, потому что, ну, тут, как вы видите, гаражи и всякие вот такие, ну, как сказать, коммерческая недвижимость, где вот мы снимаем там, ставим машинки, снимаем видосы, стоят дорого. Поэтому идеальное сочетание будет купить какой-то домик с территорией или, может быть, с гаражиком, где мы будем этим всем заниматься. Чтобы, короче, не платить ни за квартиру, аренду квартиры, ни за гаражи, аренду гаража. Да. А чтобы было вот свое. Но давайте просто прикинем. Вот дом мы, конечно же, в Москве не купим. Это будет за Москву. Это какие-то ближайшие города к Москве. То есть это Московская область. Скорее всего, конечно же, мы будем брать его в ипотеку. Это тоже процесс долгий. Это 100% в ипотеку, потому что у нас нет таких миллионов рублей. Сколько стоит жилье даже в 20 километров от МКАДа, там это десятки миллионов рублей. Проблема в том, что ипотеку там тоже именно на дом, она дается довольно-таки сложно. Если на квартиру в Москве ее дадут, хоть тебе, не знаю, 99, хоть 100% тебе дадут денег на покупку квартиры, то здесь, во-первых, первоначальный взнос должен быть где-то процентов 20-30. Плюс дом должен быть по строению ИЖС, а не СНТ или ЛПХ или еще что-то. Сам дом должен быть из кирпича, а не из бруса. Ну, много таких моментов. Сейчас не буду вас грузить. Мы уже просто занимаемся этим процессом, потому что я читал комментарии, вы писали, что да, это отличная идея. Вот просто сами давайте прикинем по счету. Мы платим за съем жилья 120-130 тысяч вместе с коммуналками. 130 тысяч жилье, коммуналка еще 10-15 уже почти 150. Это подняли нам с этого месяца. Да. Вот даже если прикинем, да, по 130 тысяч за квартиру в Москве, которую мы арендуем, мы платим, здесь 250 тысяч платить за это место сколько? 480 тысяч. Просто, ну, раньше мы и так платили 250, мы продали половину. Нет, 380. Мы до этого платили 250 за эти помещения, потом мы часть помещения же отдали, и осталось только вот это помещение, за которое мы платим 150. И вот получается квартира 150, здесь 150, 300 тысяч в месяц мы просто платим за аренду всяких вот этих жилья и вот этого места, где мы снимаем, мы ставим машины. Неразумно, логично, да? Лучше эти деньги платить в ипотеку, я считаю, те же самые. И у нас будет хотя бы свое собственное жилье. Ну, вот такой вот план у нас. Сейчас пакуемся. Но нам нужно куда-то съезжать в любом случае, потому что месяц заканчивается, нам за новый месяц платить не хочется. Ну да, так быстро мы жилье не найдем. Да, поэтому мы сейчас арендовали некоторое местечко, чуть позже вы видите, куда мы это все перевезем. Ну и сейчас нам предстоит все это собрать и вывезти отсюда. Да, и едем, в общем, в это новое место. Гора мусора, казалось бы, да? Да, но гора запчастей, по факту, вот. Все эти детали у нас от Прадика нашего 150-го, праворульного, которые не продаются, потому что вот решетка радиатора, она с дефектами. Фары, они с дефектами. Вот дырка. Я думала, может, кому-то нужно, и кто-то захочет купить дешевле в 10 раз, чем оригинальные фары, но, как оказалось, никому нахрен не нужно. И я только за эти объявления плачу постоянно, плачу, чтобы их выкладывать. В итоге они уже дороже, эти объявления, чем сами детали. Вот отсюда, кстати, бардачок вот этот вот, да? Вот я его продавала целиком, чувак говорит, мне нужна только крышка. Я говорю, ну можешь купить крышку по цене всего бардачка. Он такой, окей. Поэтому крышка продана, а этот бардачок уже нахрен никому не нужен. Он уже весь засрался, крысы его обоссали здесь, поэтому мы его выкидываем. Топливный бак, казалось бы, да, ну ни хрена себе. Он подходит для леворульной машины, но мы уже столько перевозим его. Я уже снижаю цену, то есть он там уже стоит за 3000 рублей. И по факту я уже заплатила за эти объявления, ну, тысяч пять, наверное, чтобы его продать. И в итоге он так и не продался, поэтому его тоже на мусор выкидываем. Тут какие-то детали еще поломанные от Субару лежат. Ну, картон, сидения какие-то тоже, я не знаю, откуда они у нас. То ли они здесь были, в этом гараже, то ли мы их где-то прицепили себе. Я сейчас такого мнения придерживаюсь, что не нужно держаться за старое, да? Чтобы начать что-то новое, нужно отпустить старое. Надо добавить, что, во-первых, мы все уже окупили. Перепродажи, вот это, разборы продавали, мы окупили. Остались остатки, которые не продаются. У нас сейчас нет места для хранения всего этого. Место стоит дорого сейчас, поэтому мы от всего этого избавляемся. Да, именно так. Поэтому мы вот от этого избавляемся. У нас останутся буквально вот тут парочку шрусов, которые распродадим. Две двери задние с прадика и два крыла. Одно праворульного осталось у нас, а другое крыло слеворульного. Даже вот эти вот все запчасти уже давным-давно окупились. Это тот контейнер, который мы покупали в Арабских Эмиратах. Запчастями на 150-й прадик. И вот остались остатки роскоши, которые, естественно, мы не будем выкидывать. Это дорогие детали. Одна дверь там только стоит 65 тысяч рублей. Крыло там 15 тысяч рублей. Это крыло там 3 тысячи. К сожалению, сейчас в данных реалиях все объявления платные. Вот раньше было же хорошо, да? Все, что у тебя есть дома, нужное или не нужное, ты выкладываешь просто на эти сайты-барахолки, сайты-доски, объявления различных бесплатно. Выкладываешь бесплатно, продаешь, и кому-то это нужно. Соответственно, я уверена, что даже вот отсюда что-то кому-то нужно было бы. Но из месяца в месяц я постоянно плачу за каждое объявление. Вот, например, выложить одно объявление, вот этот вот бак, стоит 600 рублей. 600 рублей на 30 дней. И любая другая деталь в районе 500-600 рублей. То есть каждый месяц надо платить. Ты одно объявление можешь выложить бесплатно, а следующее объявление у тебя все уже заплатно. Сейчас вот есть такое, что типа ты платишь за просмотры. Тоже, конечно, интересная история. Типа человек посмотрел, что действительно может ему нужно, да, и купил. Но в моем случае это не работает, потому что у меня на этом сайте подписано там что-то около 6000 человек, и они просто заходят и смотрят, смотрят, что я там выкладываю. То есть для меня это постоянно деньги на ветер. Я только выложу там 100 просмотров, и у меня просто 2000 списано. Короче, за просмотры платят, только в данном случае ты. Да, да так получается, что я плачу за просмотры. Ну, ничего не поделаешь, жертвуем, конечно, да, тем, что мы выкидываем какие-то детали, но зато жертвуем тем, что мы не купим их, не тратим время и место на хранение этих ненужных деталей. Ну, короче, кучки расформированы, можно теперь загружаться и уезжать. Переезжают король и кучер, вор и епископ, душами тоже, покинув тело, переезжают. Ну что, наше новое место. В общем, нашел такой контейнер. Заметал, кстати, на ютубе до хера что-то контейнеров стало, да? Как я говорил, что мы пока ищем дом с территории, да, чтобы больше уже не платить за эти аренды, чтобы бесконечных вот этих съездов не было, переездов, трат бесконечных, ненужных. Пока занимаемся этим вопросом, ипотеки, поиска дома и так далее, дело не быстрое, но мы стараемся быстро это сделать. Пока нашли вот такой контейнер, 20-футовый, 21 штука в месяц стоит в Москве прям, не за Москвой. Все свои вещи сюда сгрузили. Не знаю, наверное, либо еще один контейнер возьму и поставлю туда жигу с буханкой, потому что, ну, мы их не будем продавать. Либо, может, какое-то парковочное место найти и просто накинуть, да, вот этим, какой-то накидкой на эту машину, чтобы их там не привлекало внимание насильно. Плюс надо закрытое помещение, чтобы было, чтобы они там от дождя эти ковры там не промокли, все не прогнило. Ну, короче, вот пока так. Ну, а мы с тобой сейчас еще разберем гараж, да, все-таки? Что мы будем оставлять там эти лампы, ворота? Фига, там больше, чем на 50 тысяч. Просто думаю, мне эти, кстати, и лампы, те же понадобятся, в принципе, и в новом месте, ну, дома там, да? Может, мы какое-нибудь там будем делать навес под машину или еще что-то. В любом случае, лампы давай снимем, ну и погнали. Переезжаю, и не мигая, глядит во след мне, живой подъездной, где ходит лифт мой, отушевленный. Собрали свои пожитки с гаража. Это лампы, которые мы здесь вешали, светодиодные, чтобы съемка была нормальной, и здесь было светло. Три сламп, каждая стоит по тысяче примерно. Я думаю, в новом месте они нам также понадобятся. Да и вообще, оставлять арендодателям наши эти пожитки, слишком кучеряво они устроились, да? И так каждый месяц за аренду платили такие деньги. И еще вот эта барахлишка оставлять. Два рота сняли тоже, мы их покупали бушные за двадцатку. Если в новом месте нам не понадобятся, ну, так же продадим их. Ну и все, на этом прощаемся, и в новом месте уже увидимся.